Мы с вами будем качать сегодня Му-Му. Только я вам вкратце расскажу, что интересует нас в Му-Му. Ну, на прошлом катарсии с Валей выяснилось там, что мне нужно качать вредительство. Это вот заботливую мамочку, которая оберегает от стресса, который устраивает геката. То есть мне нужно качать из себя Геру. Гера, у нее, конечно, много ипостасей, но сейчас волнует вот такая вот заботливость, как Герасим заботился о Му-Му и о Татьяне. Бегал их, защищал, спасал там, где не надо было. Я то же самое делаю. Или ты все это кончишь, или быть тебе скотницей. Пореви, пореви. Дуль-то выйдет. Мать так не ухаживает за своим ребенком, как ухаживал Герасим за своей питомицей. И там есть интересная деталь. После того, как он поставил крест на вот этот вид заботливости и любви, у него как отрезало подчинение барыне. Причем настолько отрезало, что даже барыня уже не чувствовала свою власть над ним. Ничего ему не было за самовольный уход. Утопил. Какой жестокий русский мужик. Утопил. 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 И у меня параллельно ли, или до того, как я про Муму вспомнила, у меня вышел такой образ, что когда я кривляюсь под такую заботливую, любящую Геру, я на самом деле прислуживаю Зое Монрос с Роллингом. То есть, когда она еще на обслуге Хапуги стояла. То есть, обслуживаю Хапуг. Барни, это тоже видно, Хапужьего типа, да, все побольше захапать хочет. То есть, пока ты веришь вот в такую заботливую любовь, ты прислуживаешь Хапуге. И какой из этого интересный вывод следует? Смотрите. Чтобы прислуживать Хапуге, нужно быть вором. Хапуга — это вор, да? Чужое захапать хочет. То есть, чтобы перестать быть слугой Хапуги, нужно перестать воровать. Значит, вот эта вот любовь, которая, как у Герасима Кумуму, — это воровство. И действительно, смотрите, когда ты убираешь стрессы Гекаты, ты же духовно обворовываешь человека. То есть, если ты духовный вор, такой вот любящий Гера, то ты будешь рабом Хапуги, физического вора. Вот, и я хочу, чтобы мы с вами сейчас покачали, из-за каких травм не видно, что это позорно, вот так вот духовно обкрадывать, изображая любовь. Знаете, какую травму надо удалить, чтобы мы увидели с вами, что это позорно — любить так, как любил Герасим Муму. Образ травмы. Вот у меня на голове какая-то пучок такой, и вот непонятно, то ли это какая-то пакля, то ли это парик странный. И там и кудрявое что-то торчит, и прямые какие-то пряди. И получается, он на лоб надвинут, и вот в глаза лезет, в лицо. Так, к чему принуждает образ? Вот бывает такой жест, когда человек, типа вот у него, например, плохо там всё, а он вот сжался сначала, а потом как в пляс пошёл. И вот даже где-то в фильмах что-то подобное есть почему-то, что вот платок выхватывает, и вот начинает там плясать. Ну это как в этом. Паночка померла, как же её там? Ви! Там же этот брут. Ага. Да-да-да. Сжался, а потом танцевать пошёл. Музыкантов! Непременно музыкантов! Ну! То есть вместо того, чтобы подумать, как решить проблему, начать тусоваться, веселиться, а потом и умер. Здесь, похоже, он сам себя обокрал. Ну вот ей ещё параллельно сразу выходит это Сэджвик, леди Сэджвик, когда она вот ржала там. Вот это я называю настоящим пончиком. Мадам? Когда надо подумать, она ржала. Тоже себя обкрадывала. То есть получается, что сначала ты учишься себя обкрадывать, а потом уже начинаешь обкрадывать других. Так, ладно. Какой образ надо рассмотреть, чтобы ушла травма? Ну у меня вот образ, что человека наручниками или чем-то приматывают к креслу. Ещё, правда, по ассоциациям с зелёной милей там выходит. Что вот когда на казнь их вот закрепляли там в этом кресле электрическом. Ну здесь тоже. Они же ему смерть портили. Ну вообще любому заключённому. Они были ласковые, заботливые, как Гера. А на самом деле обкрадывали его последнее духовное состояние хорошее. Ну а вы что думаете по поводу этого? Последнего образа? Угу. Да, ну не знаю. Только вот вы сказали, я как бы стала вспоминать, как они действительно там заботливые такие всё время были. И было удивительно, что, ну откуда такая прям забота? Ну я себе объяснила по-бытовому, что, ну как бы, людям же плохо. Вот. И что, они всё равно уже как бы сейчас заплатят за свои типа прегрешения. Поэтому надо к ним нормально отнестись там или как-то вот так. А что на самом деле на подсознании вам нравится вот в этом поведении этих тюремщиков? Образ? Ну, ой, сердце кольнуло почему-то сейчас. Это, вот я увидела, что идёт, плачет какой-то человек, мужчина молодой, а вот женщина какая-то вот такая старушка, типа вот уборщицы какой-нибудь, вот бывают такие уборщицы, смотришь, они ну какие-то спокойные такие, кажется, добрые, такие прям ничего не спросишь, они тебе ответят всегда. Вот. И вот она его так успокаивает, типа да ну не плачь, не плачь, там всё хорошо будет, там. Или вот ещё есть бахтёрши всякие вот в школах там сидят при входе. Ну да. А у меня тоже вчера я в магазин ходила, и там тоже дедок такой был, ну владелец магазина, он весь такой ласковый, там весь объясняет мне, почему яйца подорожали и прочее. вроде всё здорово, а вышло, не могу просто, от раздражения трясёт. Ну а раздражение обычно возникает, когда такой вид раздражения, когда у тебя сил не хватает думать, сил уже нет. То есть вроде заботился, заботился, а на самом деле каким-то образом обессилел. И я не могла думать и раздражалась. так что неизвестно, как там они вели себя в результате эти заключённые, ну смертники, может быть, ещё больше раздражались. Ну а вы вот можете такое вспомнить, что вот какая-нибудь бабушка вас утешает, утешает, а потом прям раздражать начинает? Ну у меня пока вот вспомнилось то, что у меня бабка по матери, а потом и мать также себя вела, что вот бабка приезжала с деревни, и ты, вот я помню, мать она психовала очень сильно, она, например, там приляжет минут на 10-15, вот у неё такая фишка была, она типа, если не выспится, она может вот прилечь вот прям совсем ненадолго, вырубиться, и ей потом типа легче. Вот, и её, вот мы приучены были с детства, что её нельзя в этот момент трогать вообще. А бабка приезжала, она начинала заботливую себя вот изображать, она подбежит её там накроет чем-нибудь, поправит там как-нибудь там одеяло ей. И вот, и мать всё время вспыхивала, орала там, начинала истерить, и с нами то же самое было со стороны бабки. А потом, когда я уже, ну как бы там повзрослее, и вот, и родила тоже, ну то есть уже в таком серьёзном возрасте к ней приезжала, и вот такая же фигня была. То есть вот, я не знаю, ты там просто садишься поесть, и она вокруг тебя начнёт бегать майонеза, кетчупа, хлеба, соли, давай подую, там, не знаю, горячее, холодное. До раздражения, в общем, доводит. Интересно, что здесь на этом прям видно неприкрыто, что изначально она хочет до раздражения довести, да, без промежуточного этапа даже. Ну а чё? И она потом обидится ещё, уйдёт, что вот на неё наорали там. А какую деталь вы не учли, то, что сердце кололо, образ? Ну вот я вижу, что у неё такое есть вот у этой женщины, как типа заточки. и вот человек плачет, да, и она вроде как успокаивает, а сама его тыкает. И вот он ещё больше начинает, ну как бы ему ещё хуже становится от этого. Получается, что-то успокаивает, а что-то, наоборот, на больной мозоль давит. Ну, скорее всего, она успокаивает стресс гекаты и добавляет артемидных страданий. Чё ещё вариантов? Не может быть. То есть то на то меняет, а значит и я также веду себя с дедом. И вы с сыном. А давайте посмотрим на образах, как вы ведёте себя вот с сыном, когда вот это вот любите его как Муму. Образ ситуации. Ну, ну вот у меня пока что выходит это то, что вот в плане самостоятельности там мы с ним едем вместе по дороге, но он раньше просто выходит из автобуса. Вот. Ну и как бы он обычно там отзванивается, там, дошёл до школы, отзвонился. Вот. А когда Миша на неделе, вот когда он следит за ним там, да, то они столько много не созваниваются. То есть вот у него закончились уроки, когда он позвонит, скажет, что закончились. А вот когда в школу пришёл, он не звонит. Вот. А у меня вот начинается эта трясучка, что позвонить, и он меня уже, сын, попросил, что мы с папой так часто не созваниваемся, давай не будем. вот. Так я начинаю поводы искать. Например, там позвоню ему, примерно знаю, что он в школу должен прийти, и я ему сама звоню, говорю, ой, а там вот проехал автобус, на который мы не успели, он, говорю, это позже меня приехал, то есть обогнала я его наоборот. Вот. И какую-нибудь ерунду там ему скажу, ну и между делом там спрошу, пришел или нет. Какой у вас внутренний образ при этом? Ну вот у меня такие это причитающие бабульки там какие-то, которые начинают вот ребенок там, не знаю, в школу пошел, и вот они такие сидят, он выходит вот из дома, и они там плачут даже прям, ой, какой большой стал там все, ой, и вот начинают причитать. А что теряет ребенок, когда мать так ему уменьшает естественный стресс? Образ. Ну какие-то вот у меня выходят образы, как вот всякие там господи, как они назывались, ну ребенок полка, то что его воспитали, партизаны воспитали там или еще как-нибудь. А, он теряет, что может быть сыном полка? Да, вот сын полка. ага. Давайте тогда к травме пока вернемся, как она выглядит. хаоса. хаоса такого нет. Единственное, что вот как обычно вот у мужиков плешь вот это бывает спереди, да, лысина такая. Вот именно в этом месте, где темечка, вот такие причесанные на пробор волосы. к чему принуждают остаток? Ну вот у меня почему-то выходит Пасха, когда начинает там эти яйца эти красить, готовить, там в ночь эту Пасху печь, чтобы вот с утра она стояла, там потом то, что службы там эти идут и идут освещать эти Пасхи, там куличи, вернее, куличи. Ну тоже, кстати говоря, влияет на какое-то душевное лучше сказать успокоение, типа грехи вымолишь и опять в тебя стресс-геката исчезнет. Я вот вспомнила сейчас такой момент, что мы когда вот с Мишей расходились, ну вот до совета когда еще, и вот он ушел от меня, и я там ходила вот первые, наверное, неделю, две, ну вообще очень плохо было, в таком напряженном таком все время состоянии было, и потом вскоре там как раз это Пасха была, и я испекла этот кулич и поперлась освещать его. Первый раз в жизни я не ходила ни разу, вот, а тогда вот поперлась, ну и в принципе же я там ходила в церковь как раз тогда на службы на всякие. А что нужно было сделать на самом деле тогда? Вот у вас было сильное напряжение, как естественно надо было от этого напряжения избавиться. Просто я уже знаю решение ответа, ну как правильно поступить в данной ситуации. А я хочу, чтобы вы увидели на образах это, какой образ абстрактный нужно рассмотреть, чтобы понять, что вам в той ситуации надо было сделать, чтобы убрать напряжение в образ. Ну, первое мне вышло это третья девушка, то, что вот она с поворотом разговаривает. ну, вот с третьей девушкой легко увидеть, что там дело же даже не в том, что она с Порой разговаривала, а в том, что она устроила стресс людям с этим имитацией самоубийства. Но я еще думала последний раз вот мы пересматривали, когда я подумала, что и ей тоже был стресс создан. Ей же нужно было вот это пережить, то, что мать покончила с собой, у нее же все равно эта травма тоже есть. Ну, то есть Пуаро не стала ее утешать, а наоборот заставила ее пройти по максимуму через этот стресс. Ну, вот у меня просто сейчас тоже был такой период, когда ну, дед был в больнице и у меня было как бы напряжение сильнейшее. И я качала и ничего не помогало. И в какой-то момент меня стрельнуло, что мне надо прессануть семинаристов. То есть я им устроила стресс. Мы качали эти, ну, в общем, мы сделали так, один семинарист лежит с тряпкой на лице, двое сидят, ну, а я по скайпу. И вот получается три терапевта, один лежачий. И мы смогли вот в этом состоянии фактически дожать их до самых главных на данном этапе проблем. И это был действительно стресс, это чувствовалось, что они в шоке были. И вот у меня за два таких сеанса, один с Дышлевым, другой с Тимошкиным, напряжение полностью отпустило. то есть я устроила им стресс, свой соответственно тоже усилила и смогла как бы преодолеть проблему. Только этот был правильный стресс, не истерику же я кому-то устроила, как мама. Мама же тоже идет устраивать детям истерику, им плохо и ей легчает. А надо было здоровый стресс устраивать, то есть по сути тогда вам нужно было бы пойти и кому-то здоровый стресс устроить, чтобы усилить свой здоровый стресс. Ну всегда есть кто-то более менее развитый, то есть мама, например, можно было бы пойти и рассказать что-то такое матери, от чего бы она начала как уж на сковородке вертеться. Но я понимаю, это не каждый может. У меня просто всего один такой в жизни опыт был, когда я тоже так пошла от матери, ничем не обвиняла, просто вот говорила как есть, и она прям вся дрожала от холода. И я смогла потом увидеть свою вину перед дедом, но тогда еще общалась с матерью, хотя уже жила с дедом. Ну или себе, может быть, а как вы могли сами себе этот стресс устроить, здоровый образ? что-то у меня первое сначала вышла какая-то фигня, что этот режим, нормальный, здоровый режим, как бы встаешь утром, ложишься нормально, потому что тогда у меня вообще черти как все время это было. Все выходные там проваляться за сериалом могла там. Вот. А второй образ просто еще вышел, что я в тот период уволилась и пошла там в одну мастерскую устраиваться, а она, ну, как мне казалось, высокого художественного уровня именно была такая. Вот. И мне дали задание, а я это взяла как бы и забила потом на него, испугалась. То есть вместо сериалов надо было прочесть какую-то умную книгу, можно по работе. Надо было броситься в тяжелую, сложную новую работу, а не закидывать себя сериалами и церковью. То есть не обязательно другому устраивать стресс, можно себе. То есть жалеешь себя и думаешь, вот я сейчас меня обидели, бросили, пойду отдохну, а на самом деле наоборот надо планку повысить себе в этот момент. И обкрадываешь себя получается. Но смешно самое то, что обкрадывая себя, ты потом меньше получать будешь. я читала биографию Черчилля и там родители Черчиллю этому маленькому такой стресс постоянно устраивали, так они с ним жестко обращались, а в результате как бы состоятельные люди и то есть они не обкрадывали сына духовно, в результате и не платили дань хапугам, не были ворами, как ни странно. А вы обкрадываете своего сына духовно и мужа, ну и я тоже, конечно. А потом платим дань хапугам. Они для нас господа. Так, ладно, что там с травмой? Какой-то у меня еще вот на этом месте остался такой полукруг непонятный. Это даже не шрам, а как будто как след что ли такой. к чему принуждает остаток. Ну вот у меня какой-то услужливый очень человек выходит, который кланяется, там шляпу снимает и вот прям весь искланялся. А потом когда разворачивается такое у него мерзкое лицо. Ну что вы думаете? ну что укрепляется под такого хорошего, хотя внутри получается наоборот все зло, злобный какой-то. то есть ты прикрываешь свое злобство что ли может еще вот этой вот заботой. Можно еще так сказать, что вот приходит такой человек услужливый, ну допустим вот сидит какой-то коллектив, у них есть какой-то здоровый стресс, приходит он их развлекает этой услужливостью, типа успокаивает, а потом как нагадит в ответ мерзкой какой-нибудь гадостью неразвивающей. Ну например не знаю вброс какой-нибудь сделает эмоциональный, что типа у него какая-то проблема, все кинутся разбирать, а вброс был липовый, они только зря промучились, проистерили и никакого решения не будет. не, ну вот говорят же мягко стелешь, Мягко стелешь, то есть смягчаешь какое-то обстоятельство, а потом обязательно жди что-то плохое после этого. Так, главное какой образ надо рассмотреть, чтобы не хотелось так себя вести, как этот услужливый. почему-то у меня выходит образ, вот серия Пуаро была, где в школе для девочек вот, там был момент, где показывали, как в куклу Вуду тыкали там эти иголочки то есть получается можно так сказать, что ты такого услужливого утешителя включаешь тогда, когда уже заранее ненавидишь человека и хочешь ему зла желаешь. Интересно, ну и почему вы так ненавидите своего сына и желаете ему зла образ? У меня пока только выходит то, что вот он ну как-то смотрит так из-под лоби еще иногда может что-то сказать резкое такое, ну как бы я не знаю прям разоблачающее это или нет но как-то это блин как объяснить но я просто в детстве меня мать например заткнула и я заткнулась вот а он так не делает часто ну не всегда как бы есть моменты где вот он прям упрется и это и говорит нет ты ты сейчас не права ты на мне сейчас зло срываешь вы с папой ругаетесь а ты на мне сейчас срываешься ну понятно что разные виды разоблачения будет он он еще не не вор он еще не обкрадывает вас духовно и вы ненавидите его за то что он не обкрадывает вас духовно стимулирует развиваться в принципе это понятно так что там с травмой сейчас нету не вижу теперь вернемся к такому способу вы должны сделать какое-то признание после которого я смогу увидеть как я предаю Менелого как Герасим или Гера так то есть я буду сейчас вас жестоко разоблачать чтобы разоблачить потом себя а не не ради вас так какую травму надо удалить чтобы понять что за это признание должно быть сейчас совершено образ ну я сейчас вижу у меня смирительная рубашка и руки как бы перетянуты вот как у психа а это образ или травма ну травмы я вижу к чему принуждает ну вижу вот как псих начинаю по комнате ходить там что-то из стороны в сторону там врезаться в стенки ну то есть как будто иду не вижу что стенка передо мной останавливаю ну уперлась в нее и продолжаю идти в общем сумасшедшую разыгрываете себя на какой дурилке держится не знаю потому что вы тут же включаете эту истерику и думаешь ой господи лучше оставлю ее в покое а то сейчас сойдет совсем с ума и здесь получается вы обкрадываете и себя само собой но еще и нас как потенциальных учителей мы могли бы выступить в данном случае учителями помочь но не выступаем и для нас как бы рост не состоялся я подумала еще что и у вас возможность создать стресс тоже получается ну поясните мысли что-то не поняла ну вы говорите что вот например у человека какая-то проблема и он либо себе там стресс должен создать какой-то естественный либо кому-то вот и тот кому ты можешь создать он же может как-то попрепятствовать тебе и не дать тебе создать этот стресс ну да но стресс ты имеешь право создавать только младшим ты не имеешь права лезть к старшим у старших ты должен только не убивать стресс да это я поняла я к тому что ну вот кто-то из женщин джигэ да может вот как вы говорите дожать или вы дожать меня создать мне стресс а я своей истерикой не даю эти условия создать получается вот я что хотела сказать да мы это как раз и разбираем что когда есть возможность кому вас дожать вы включаете более слабую чем есть к такой уже испугаешься подойти ну я и с мужем же так делаю тоже он потом не может уже со мной вообще разговаривать ну это ужасно ну фактически тогда надо это получается поменять вот это вот переверт что когда тебя хотят дожать это тебе добра желают а не зла да нет мне кажется ну с жг я еще не знаю там я могу мысль допустить что мне хотят помочь а с ним мне кажется нет он просто издевается ну кстати говоря издевательство можно тоже использовать как стресс по сути вы не должны реагировать на издевательство если вы их реагируете то вам надо идти удалять травмы и какая вам разница кто над вами будет издеваться в каком-то смысле даже лучше что муж вы прокачаете все на мужа а потом посторонние люди не будут над вами издеваться так что не надо тут мужа вы провоцируете издеваться по-любому вы будете или мужа провоцировать или окружающих а если вы качаете ни тех ни тех не будете так что не надо зря его обвинять лишний раз в этом месте так ладно что там с травмой ну сейчас развязаны у меня руки к чему принуждает остаток ну сейчас вот я как будто другая немножко форма сумасшествия что какую-то такую беззаботную типа а-ля Афелия с цветочками с этими такое ой все хорошо как прекрасно а это анютины глазки это что вдоль вот ромашка афелия 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 стебельков для меня но это у вас бывает на слете особенно часто когда вот такую веселую включаете и видно что сумасшедшая и как бы разговаривать не хочется а получается нужно преодолеть себя и заставить что ли фактически надо спросить что с вами случилось что вы сейчас зажимаете ну вот у меня последний летний слет вспомнился когда у меня там меня вот понесло и я тоже нет надо обязательно снять какие прекрасные облака мы никогда их не снимем такие больше так что вы сейчас скрываете образ скучно стало ну только то что вот меня потом вечером разнос устроили у меня как бы обида там на женщин думаю блин сучки такие поэта давайте абстрактный образ что вы сейчас скрываете ну сейчас у меня выходит какая-то женщина на ведьму похожая или просто какая-то она страшная такая и она какую-то толстую книгу судорожно листает что-то там ищет какое заклинание что-ли или что то есть такое поведение это включается какая-то ведьма а не абстрактно там бедняжка улетела то есть на самом деле это как колдовской танец который хочет всех зачаровать это странное сумасшествие ну и что вы хотели там уничтожить или вбросить в той ситуации в слет образ ну вот у меня выходят наши женщины переодетые в ведьм а я вокруг них начинаю бегать и вот как-то как с детьми что-ли или что-что ой ну посмотрите ну какие красивые и там там прямо понятно то есть постановка шекспира нужна для того чтобы вскрыть глубинные тайны травмы которые закрыты и это будет большой стресс по сути съемки должны быть большим стрессом после которого все должны мощно покачать если все это превратить в игру Герасима Муму то никакого стресса не будет будет пикничок детская забава то есть хотели мистерию превратить в школьную постановку фактически но это же то же самое убить стресс в общем хотели превратить театр Гекады в театр Артемиды ну я не думаю что вы одна были такая там но какая разница главное же свое разобрать так хорошо какое признание надо вам сделать сейчас чтобы я увидела свою вину перед дедом образ у меня какая-то женщина которая на колени упала и не то молится не то пощадить там ее просит но вот только все вздымает руки вверх и опять падает там лбом какое-то вот прям такое самоуничижение как будто даже и в какой ситуации со мной вот так тебя вели образ ну вот у меня два случая вспоминается первый это слет в Суворове был мне кажется это первый слет в Суворове и мы вас провожать ходили с дачи домой да нет с этого с озера до шоссе да и что-то я там шла такая вся обвисшая и я вот помню что я там что-то про мужа попыталась там что-то спросить ну как-то тоже так в общем каком-то ущербном таком этом посыле понятно то есть вы изображали из себя бедняжку которая не может справиться с мужем а это действительно фигня полная потому что если вы из себя удалите все проблемы то муж совершенно на вас иначе начнет реагировать а если вы из себя не удалите то вы замуж выйдете за любого другого будет то же самое соответственно в каком-то смысле задавать вопросы о муже это вообще полная нелепость можно только свои проблемы разбирать это получается еще и издевательство видимо такая форма ну задавать такой вопрос как вот ребенок задает зная ответ ну вот что вы хотели тогда добиться образ ну я вот вас вижу в образе такой надменной какой-то женщины а я как раз в ногах ползаю и вы брезгливо так ногу отталкиваете мол типа пошла прочь отсюда брезгливо это интересно брезгливость это признак аполлона статую аполлона всегда делали с брезгливым выражением лица то есть вот так вот унижаясь вы пытались меня затолкнуть в жрецу аполлона получается сделать брезгливый то есть неспроста всякие бомжи там валяются воняют они загоняют в брезгливость чтобы люди служили аполлону так ладно и что я должна была как жрица аполлона сделать образ в той ситуации на что вы меня провоцировали ну вот у меня выходит образ что я что вы приходите домой и так падаете в кресло и вот такой посыл что типа ой ну я так устала с этими женщинами чернью с этой возиться там не знаю и вот еще выходит это лебедь вот это тоже из Пуаро которая там все жаловалась как она устала у нее тоже брезгливое выражение лица да ну вообще такого не бывало обычно я приходила и хорошо качала всегда после слетов ну может быть в той ситуации я провернулась дерганой и не могла качать этого я не помню было было когда-то что вернулась и не могла качать вся дерганая была но какой раз не помню так еще уточняю еще сейчас мне еще случай вспомнился что вот когда мы с Валей на квартире работали вот дед на вас там наорал что-то это вспомнилось еще ну он нам потом сказал что типа вот кто-то тут под таких хорошеньких кривляется поэтому Слата стала хамить ну и какой образ надо смотреть чтобы понять ту ситуацию ну я вообще вижу что мы вот с Валей окно моем и как-то ведем себя как вот бывает истории рассказывают про студенток которые в общежитии начинают перед окнами танцевать когда напротив общежития какой-нибудь дом жилой и мне просто не раз уже рассказывали такие вот истории вот и вот у меня как-то так же выходит что мы с ней как две такие эти какие-то молодые бледушки такие начинаем там вытанцовывать потом хихикаем так тихо-тихо чтобы вот не слышно нас было вообще мне сразу вспомнился этот токийский декаданс когда она там возле окна проститутка ведь по сути смотрите что он делал она там вела себя так что как собачку превращалась и он должен был к ней презрение начать испытывать ну брезгливость фактически то есть он же готовился к встрече со своей любовницей а любовница его видимо не терпит пока он не войдет в брезгливость чтобы он стал жрецом Уполлона и только после этого ему дает то есть это вот состояние которое подготавливает к брезгливости ну я понимаю что какой-нибудь может быть мальчишка бы улетел глядя на танцующую бабу в окне но в основном же все воспримут что это дешевки и брезгливость вызовет то есть профессиональное заталкивание в брезгливость чтобы человек стал жрецом Уполлона а дальше в состоянии брезгливости он уже любое хорошее дело в плохое превратит театральную постановку мистерию превратит в кощунство и прочее то есть не надо даже ничего вредить просто вызови брезгливость а человек там уже сам все на гаде ну вот женщины они мне тогда высказывали что они когда вот смотрели на меня когда меня уже там начало нести что им как бы не хотелось даже меня одергивать что типа допускай она там обосрется это коротково фактически руки опускаются на хорошие дела так что там с травмой почему-то остались на запястьях вот эти застегивающиеся части манжеты к чему принуждают выходит два образа первый это девочка из добро пожаловать или посторонним вход воспрещен она там чья-то племянница чья-то была мерзкая противная да и вот она там сидит какая-то у нее фотография с этой актрисы там или кого-то и она втихаря там начес себе делает у зеркала сидит а потом как-то так начинает какие-то позы принимать можно подумать что она красуется для себя а может быть она как раз тренировалась вызывать презрение брезгливость у детей чтобы они дружили не по светлому а по темному вообще часто такие дети бывают чуть ли не в каждом классе есть такой который брезгливость вызывает можно подумать что родители специально такого воспитывают чтобы самим ничего хорошего не делать в жизни ну например можно представить себе что работник в театре такого ребенка будет хотеть иметь так как в театре он все время со жречеством сталкивается чтобы перевернуть это в аполлонистое служение он воспитает такого ребенка или например ну какой-нибудь высокий начальник это же тоже уже считай жреческие дела ему тоже такой ребенок нужен чтобы не дай бог по светлому не работать не ну вот вы такая крутая но иногда вот в это состояние впадаете кто кто вас такой воспитал кому нужно было что-то придавать образ ну я не знаю у меня только выходит то что вот ситуация у отца там у бабки то что у них у нее последний ребенок она родила он да он поставлен диагноз но я так разговоры взрослых слышала и мать говорила что на самом деле как бы там не да он он а этот она его травила ну хотела аборт сделать да у нее не получилось или что-то такое и он в итоге уродом вот таким родился вот и вот он как бы вот всю жизнь там с бабкой с дедом прожил потом они умерли когда у меня его тети забрали у меня его почему-то ну мои тети это бабкины дочери они его забрали и вот он по очереди то у одной живет то у другой да интересно уговорка что как будто бы то что его забрали у вас забрали его и пришлось вам самому самой выполнять такую роль ну ну вот я в детстве за него очень много заступалась его защищала там все потому что дети его часто там могли начать над ним издеваться однажды его накрасили какие-то там девчонки я пришла увидела они его красить сидят так у меня тут какая-то скука возникла какую деталь мы тут должны увидеть образ ну вообще не накрасили а вообще со всей ситуацией с этим уродом ну у меня что-то выходит то что я сижу как-то его так обнимаю ну вот дядю этого и какое-то такое у меня состояние не знаю во-первых ну какое-то наглое как вот у этой бандитки из снежной королевы и еще ассоциации есть с этими из криминального чтива где вот у них там этот урод был и вот они там типа давай веди урода прикольно то есть получается у вас был свой персональный урод который портил все ваши любые ваши игры детские и прочее и соответственно с детства вы привыкли ну что в любое занятие превращается в тьму и в светлом ой 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 и в возрасте уже начинаете сами выступать как этот урод то есть даже не взрослые вас воспитали а просто наличие под боком такого привело к тому что вы привыкли к определенному уровню тьмы в занятиях да прикольно но мы все время с ним всегда с детства как бы тусовались он как вроде как не взрослый воспринимался как ребенок поэтому он среди детей всегда то есть получается вот в чем опасность держать такого урода в семье а не сдавать его в интернат уровень света в семье падает так как все равно все его будут презирать и брезгливость испытывать да круто а соответственно какое-нибудь животное которое брезгливость вызывает тоже дома держать опасно не ну помните да у Маши там вот эта сестренка которая презгливость у всех вызывает а в результате они могут делать все что угодно любые даже светлые занятия визуально но у них все это превратится в служение Аполлону и поэтому они очень активны простые люди у которого нет дома персонального урода они боятся лезть в театр например и прочее потому что не дай бог и встроиться в светлую структуру а если есть урод можешь куда угодно лезть ничего не боясь все будет в угоду Аполлону и тогда получается еще помните это Дина Бледина которая у хомяка у хомяка они там не ее как уроды держат не ее у них кто-то такой есть вот они всей семьей поднимались на Эверест Эльбрус на Эльбрус и я тогда еще сказала как как это может быть это должна быть или очень светлая компания или должен быть какой-то темный мотив а у них вся семья активная значит у них есть какой-то урод в запасе который им всю активность превращает в тьму вот они и не боятся активничать тогда и понятно почему вы не боитесь активничать вы же тоже очень активны потому что у вас есть вот эта закалка а мы как раз вчера качались пряткой что я улетаю на его энергичности не понимаю и превращаюсь в Геру и было непонятно при чем здесь это а если он тоже с детства на каком-то таком уроде был сосредоточен то его активность легко переходит в темное служение и как-то это меня в Геру проваливает так подождите вот ваша тоже активность мы качаем с Герой связано как вот такая темная активность при концентрации на уроде меня проваливает в Геру образ ну что-то я не знаю у меня почему-то вышло это как фильм был девушка и 40 этих 5 стариков или как-то там блин 7 стариков и 1 девушка да-да-да-да что вот она такая это их там тренирует я не смотрела этот фильм вот какие-то кусочки просто из него но она как раз то там их терпеть не могла и хотела их замучить чтобы ее избавили от этой группы а потом она подвернула ногу они о ней заботились и она их полюбила после этого но там больше похоже что они как Гера выступали по отношению к ней а она наоборот не щадила их так уточняющий образ как активность такая активность проваливает меня в Геру образ ну вот я не знаю сейчас может от головы что это мне во-первых вспомнилось то что у на Катю Малахову у меня сильные вот эти вот реакции что она медленная такая и вот что-то вспоминается что ну поначалу у меня даже активность это зашкаливать начинала потому что я на нее смотрела как она там как опарыш лежит например вот здесь ошибка кажется что активничаешь рядом с Малаховой потому что она медлительная все это фигня это как раз придумка для нее которая ей безболезненно и не обидна на самом деле но она тоже так думает поверьте не я к тому что этот мне просто вспомнилось что раньше было ощущение что вы за Малахову заступаетесь и вот как будто я ее например начинаю там чморить а вы как-то меня так аккуратненько типа ну давайте куда-нибудь вот туда пойдете работать я помню с грядок вы меня сняли на музее да я молодец мы копали да я молодец просто говорю не ну смотрите получается что я доскажу Малахова специалистка по вызыванию брезгливости то есть она переводит служение Аполлону в результате ты можешь рядом с ней активничать сколько угодно и вся твоя работа идет на смарку но чтобы не было обидно она придумала что она медлительная поэтому с ней рядом бодрятся и получается почему я сказала что я молодец я вижу что вы ну я этого конечно не понимала видимо только на чувстве что вы рядом с Малаховой вся ваша работа на смарку идет и я вас разделила чтобы вы отошли от брезгливости и начали работать нормально а не для Аполлона просто на самом деле человек должен терпеть вот этот удар когда тебя пытаются в брезгливость свалить на это не надо реагировать проиграешь ты прежде всего ну и соответственно если не будете вестись на брезгливость то рядом с вами так и вести себя не будут в том числе и Малахова но она конечно боец она на любые фокусы готова лишь бы вызвать презрение брезгливость но мы все но не должны вестись качать должны так что там с травмой остались красные следы как от тугого например чего-нибудь на запястьях тьму принуждает образ вот еще выходит это дневная красавица которую привязали к дереву или что и стегали ее и вот выходит этот взгляд ее когда ее бьют она несчастная здорово то есть тоже было непонятно в чем кайф для невротичек когда их вот так вот унижают как бы а теперь вот понятно что унижающие по-любому брезгливость к ней испытывают как грязи относятся но если там в нее швыряют дерьмом или чем-то не могут же они ее при этом уважать думают ну и дерьмо а соответственно потом они начинают служить Аполлону и она чувствует себя так скажем агитаторшей за Аполлона это же круто быть агитаторшей за Бога какого-то то есть она чувствует что выполняет функцию какую-то в темном мире что она значима понимаете да ну что такое вздох то нет я просто пока вы говорили я стала вспоминать про ну что-то меня это накатила что я как-то писала что вот заметила что в плане интима есть какая-то проблема такая что начинается вот именно на напрашивание что ли вот на это вот брезгливое такое отношение на презрение какое-то понятно потому что интим мужа и жены это светлое занятие после которого должен хорошо идти катарсис интим помогает объединиться а когда вы объединяетесь по светлому у вас будет хороший катарсис соответственно чтобы интим не получился светлым нужно сначала вызвать брезгливость тогда интим будет посвящен Аполлону катарсис потом не будет то есть это функционально это не случайность не ну отсюда и правила интима всякие возникают в частности например заниматься интимом надо тогда чтобы после были силы еще катарсисом заниматься и тогда как бы возможно через какое-то время привычка вступит что интим для светлого и не нужно будет брезгливость вызывать ну травмы конечно надо удалять все равно так что там с травмой ну сейчас я не вижу осталось ли что-то что нам надо обсудить образ ну у меня образ такой что я вот вижу какую-то женщину как накид какой-то капюшон что ли такой большой и на стуле она сидит села руки так положила и я не знаю у меня почему-то еще ассоциация с миледи когда вот эта сцена ну вот перед казнью там или как что на лодке они когда плывут вот это вот у меня почему-то выходит но всеми леди конечно точно презрение не вызывало и брезгливости никакой наоборот даже когда к ней все плохо относились она вызывала восхищение ну там же ужасно красивый в лодке кажется то есть она она правильно подходила к своей смерти и выводила всех из служения Аполлону и в результате несмотря на такое мерзкое окружение все-таки она правильно смогла умереть вообще получается тогда есть же такое красота спасет мир что правильное восхищение настроит на служение Афине ну когда-то недели а все же переделали что наоборот ну да то есть брезгливость служение Аполлону а восхищение истинной красотой духовной служение Афине и соответственно когда Зоя красиво вела себя перед смертью и вызывала у людей восхищение достойное восхищение заслуженное она помогала людям настроиться на светлый мир на Афину по-русски на афину по-русски